Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Уллправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновской области увеличат зарплату бюджетника. Ремонт дорог, подготовка к отопительному сезону, вспышка африканской чумы, о чем говорили на аппаратном совещании. Обновленные больничные комплексы, новый центр тяжелой атлетики. В Теренгульском районе построят несколько учреждений. Бабушки пели, дети играли, мамы, папы награждали. В Ульяновске отметили день ТОС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ульяновской области за первое полугодие 2019 года поступило 26 миллиардов рублей. Об этом губернатору лично доложила исполняющая обязанности министр финансов Лариса Жаринова. Это значит, что доходы по сравнению с прошлым годом выросли на полтора миллиарда рублей. Основными источниками, которые формируют доходную часть бюджета, продолжает оставаться налог на прибыли организаций и на доходы физических лиц, а также акцизы на алкогольную продукцию. Мы ставили перед собой амбициозную задачу на 2019 год заработать не менее 10 миллиардов рублей. Привлечь из федерального бюджета или правильно поддержать наши промышленные и бизнес-предприятия, чтобы они тоже увеличили объем производства. Так, из федеральной казны удалось привлечь 7 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Полтора миллиарда заработали внутри региона за счет работы предприятий. В лидерах крупных производителей налогоплательщиков – Ульяновский механический завод, Авиастар и Марс. Еще одна задача поставлена губернатором перед министерством – финансовая помощь районам. Почти полтора миллиарда до конца года направят в муниципалитеты. На социально значимые расходы мы направим 1,1 миллиарда рублей, в том числе на выплату заработной платы 486 миллионов рублей. Из них в муниципальное образование субвенции на оплату туда работникам общего образования и дошкольных общеобразовательных учреждений будет направлено 362,2 миллиона рублей. Контроль и рост заработной платы работников бюджетной сферы – ключевая задача на ближайший год. Уровень оплаты должен соответствовать всем требованиям, выдвинутым в майских указах президента. Мы заинтересованы, чтобы у каждого появилась хорошая заработная плата. Это наша задача. Мы хотим, чтобы в этом году мы со всем этим разберемся, чтобы 2020 год был отмечен существенным повышением оплаты труда, заработных платов для работников бюджетной сферы. Нужно понять, как суммируется оплата труда каждого работника, не влияет ли на нее, к примеру, мнение начальства. Инвентаризацию зарплаты специалистов бюджетной сферы произведет специально созданная рабочая группа. В ее состав войдут представители профильного министерства, правительства и общественной палаты. Ринат Алиолова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Комплекс Теренгульской районной больницы отремонтируют. К реставрации здания приступят к 2020 году. На базе медучреждения, где сейчас находится амбулатория, откроется филиал областного онкологического диспансера. Обсудить детали модернизации больничного комплекса в район приехал губернатор Сергей Морозов. Глава района также осмотрел площадку строительства в Солдатской этажле регионального центра тяжелой атлетики. Постройка 19 века в селе Солдатская этажла Теренгульского района обретет новую жизнь. Сейчас в здании располагается больничный комплекс, амбулаторная районная больница, дневной стационар кардиодиспансера. В 2020 году помещение реконструирует, а к привычной для населения лечебнице присоединится отделение палиативной помощи, филиал ульяновского онкодиспансера. Прежде чем начать работу, мы должны провести всю проектно-сметную документацию, подготовить, знать, какие работы нам предстоят, провести анализ всего, рассчитать, посмотреть, сколько это будет стоить, попросить деньги. У правительства должны утвердить законодательные собрания в бюджете Ульяновской области. Мы планируем, что строительство начнется уже, скажем так, прямо с начала, с первого квартала 2020 года. Модернизация разбита на несколько этапов. Весь процесс реконструкции займет один год. Работу амбулаторного корпуса для оказания первичной медико-санитарной помощи населению обеспечат в первую очередь. Ознакомиться с планами ремонта в больницу приехал губернатор. Сергей Морозову больше всего волновал кадровый вопрос. Мы сейчас можем здесь с усальным золотом все сделать. Денег-то у нас хватает. Кто работать будет? У нас есть? Это понятно. Нет параллельно. Поэтому амбулатория в первую очередь желательно сделать. Поэтому говорят, что у вас есть на палеотехнике? Обеспечить медицинскую помощь местных жителей. Со специалистами по уходу за тяжелобольными пациентами пока проблема. Но вопрос находится на контроле у специалистов профильного ведомства. Есть два основных сценария. Первый – привлекать врачей из областного центра. Второй – привлекать и оставлять врачей в селе, обеспечив их служебным жильем. Подбор кадров интересовал главу региона и в строящемся в селе двухэтажном центре тяжелой атлетики. Это будет главный региональный областной центр тяжелой атлетики. Мы из города планируем. Поэтому здесь сколько надо тренеров. Потому что сейчас мы в больнице побывали, посмотрели, мы сейчас договорились о том, что в сентябре месяце мы будем выбирать земельный участок, где мы будем строить несколько домов для врачей. Строительство комплекса уже началось. Демонтирован фундамент, сейчас прокладывают коммуникации. До зимы полностью оборудуют каркас здания. Естественно, территория будет благоустроена. Будут дорожки к центральному входу. Ну и, естественно, прогулочные дорожки небольшие. Значит, стоимость у нас проекта по строительно-монтажным работам 25 миллионов 200 тысяч. Планируется, что центр тяжелой атлетики заработает с 31 июля 2020 года. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ из Теренгульского района. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве обсудили аварийную обстановку на дорогах, подготовку к очередному отопительному сезону, а также вспышку африканской чумы в Барышевском районе. Подробнее у Егора Титова. Аппаратное совещание, которое проводил председатель правительства Александр Смекалин, началось не с самых хороших новостей. На прошедших выходных произошло три случая с летальным исходом. Первый из них случился в Озерках, Вишкаемского района, где несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством. Ребенок достаточно благополучный, в школе учился неплохо, и, собственно, с поведением было нормально, но достаточно замкнутый было. Предварительная информация о том, что это повлияла любовь, первая любовь, которая была неразделена. Председатель правительства выступил с предложением улучшения психологической работы с подростками, особенно с теми, кто находится в выпускных классах или только что окончил школу. Переход от школы, следующий шаг в жизни университета достаточно сложный шаг, тем более еще раз вот, и как в этом случае, ребята дружат, влюбляются, и мы понимаем, что и чувства очень мощные. Давайте мы, наверное, это учтем, и как-то для психологов попробуем вот это техническое задание, уж извините, там за мой такой, может быть, казенный немножко язык, но все равно, наверное, все-таки это правильно будет, и мы сформулируем, что вот именно для выпускников вот эту работу как-то выстроить отдельно, может быть, сформировать какую-то программу. Два других случаях произошли на дорогах области. В Старомайнском районе в ДТП погибли 4 человека, а в ночь на понедельник еще 2 человека погибло в железнодорожном районе. Мы отмечаем, что они происходят в неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся дождем. Значит, предварительно по всем дорожно-транспортным происшествиям с погибших у нас вина, соответственно, водителей, либо неправильно выбрано положение транспортного средства на проезжей части, и все случаи сопровождаются превышением установленного скоростного режима движения. Премьер распорядился в ближайшее время провести комиссию по безопасности дорожного движения. Дороги становятся лучше, ремонтные работы ведутся во всех муниципальных образованиях, но количество аварий продолжает оставаться большим. В частности, Александр Смекалин обратил внимание на нанесение дорожной разметки термопластиком. Давайте посмотрим, можем ли мы при контрактах сделать гарантированно, тем более мы понимаем, что тот же самый термопластик недешево стоит. Давайте поставим не год, давайте поставим три года, если это возможно у нас. Ремонтные работы ведутся в образовательных учреждениях области. Подготовка к приемке школ и детских садов идет с опережением графика. К приемке не будут предъявлены школу номер 10 в Димитровграде, школу в Старой Сахче и школу номер 2 в Брыше. У них продолжаются ремонные работы. Причем в Брыше их темпы вызывают в областном правительстве тревогу. На сегодняшний день подрядчик вышел, который собирался не выходить. И сегодня работает на площадке 20 человек. Для того, чтобы мы на 100% были уверены, что до конца августа работы будут выполнены, на площадке должно работать 50 человек. Хотя этот подрядчик и документально, и официально докладывал, что до 25 июля все работы на объекте будут выполнены. Есть проблемы в подготовке муниципальных образований к отопительному сезону. В прошлую пятницу председатель правительства уже проводил совещание по этому вопросу. Тогда многих ответов от руководителей районов не удалось добиться. Фактически на сегодняшнюю дату процент финансирования ремонтной компании составил 38,4. То есть, учитывая, что середина июля – это очень непозволительные темпы закупки материалов. И, о чем сейчас Александр Александрович сказал, мы фактически видим недофинансирование и невыполнение работ по ряду объектов. Лучшие результаты показывают Староманьский, Сурский, Старокулаткинский, Новомолоклинский районы. В числе отстающих базарно-сезганский, Меликесский, Павловский и Теренгульский районы. В последний вопрос мы обсудили вспышку африканской чумы свиней. Первый в регионе случай произошел на прошлой неделе в Сурских вершинах Барышевского района. По личному подсобному хозяйству, где было у нас заражение свинопоголовья, мероприятия проведены в полном объеме, очаг ликвидирован, животные изъяты, уничтожены, проведены в полном объеме все дезинфекционные работы, в близлежащих территориях, в селах прошел полный обход. Заражение произошло от диких кабанов, поэтому их поголовье в ближайшее время будет сокращено близ сурских вершин. Егор Тстов, Юрий Канихин, Новости Управда ТВ. Сегодня завершается весенняя призывная кампания. В ряды вооруженных сил Российской Федерации и другие воинские формирования из региона отправились 1282 человека. Войска Национальной гвардии поехали 129 юношей. Около 80% человек направляются в воинские части на территории Центрального военного округа, остальные – в Восточный, Западный и Южный округа. С 1 октября начнется осенний призыв. Традиционно из Ульяновской области будут проводиться отправки юношей на военную службу в президентский полк. ТОС – это большое движение, которое объединяет жителей для совместной реализации самых разных инициатив – от благоустройства двора до культурных мероприятий. В засвежском парке «Семья» местные ТОСовцы отметили свой профессиональный праздник. На мероприятии побывала Наталья Чумаченко. В Ульяновске в парке «Семья» проходит День ТОС. В праздничной программе концерт, спортивные состязания, поздравления, ну и, конечно, награждения лучших ТОСов. Территориально-общественное самоуправление – это объединение граждан по месту их жительства. Люди организуют ТОС, чтобы сделать свой двор чище, детскую площадку уютнее, а полисадник красочнее. Сегодня все больше тех, кто не полагается на авось, а хочет все сделать своими руками, а заодно контролировать рабочие и бюджетные процессы. 6 числа у нас отмечается День ТОСов, наш региональный праздник, а 7-го – День рождения Ассоциации ТОСов. Вот мы решили в ближайшую субботу, ну, в пятницу, вот это мероприятие провести. Вот сегодня будет День ТОСов Ульяновской и Ульяновской области. Сегодня будут здесь и награждения, будут разыгрываться розыгрыши, много работ, площадок, разных площадок, которые здесь, ну, организованы центральной клубной системой, и спорткомитетами. На центральной сцене парка награждали самых активных жителей ТОС за вклад в благоустройство, за активную общественную деятельность, воспитание подрастающего поколения и многое другое. Поощрили за благоустройство, за массовые культурные мероприятия. Наш ТОС развивается не только спортивным мероприятием, но и культурными. Как в православных праздниках Петра и Феврония, в семейных праздниках, то есть это День Семьи, Любви и Верности, новогодние праздники. То есть мы очень активный ТОС. Пока родители чествовали на сцене, дети развлекали в спортивных состязаниях. Малыши играли в прятки, бросали горячую картошку, бегали чай-чай-выручай. Бабушки с дедушками в это время тоже не сидели без дела. Пели народные песни, вспоминая молодость. В общем, праздник удался и понравился он абсолютно всем, от мала до велика. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Ленинский мемориал продолжает знакомить посетителей с богатствами нашей планеты. В его выставочной галерее открылась выставка «Планета Земля, горы и водопады», где представлено 220 лучших тематических фотопейзажей. Юрий Родичев, президент Международного центра духовной культуры, фотограф и путешественник, вместе со своей командой 17 лет готовили уникальную выставку в рамках проекта «Планета Земля». Если ранее в других городах России и зарубежья экспозиция выставлялась частично отдельными блоками, то в Ульяновске на больших выставочных площадях Ленинского мемориала ее можно увидеть в полном объеме. Проект представлен Самарским центром духовной культуры. Счастье, что эта выставка у нас, и более того, мы когда к ней готовились, мы знали, что это проект, который они осуществляют, «Планета Земля». Там есть Венеция, там есть Антарктида, там есть Африка и так далее, и так далее. Но так как они к нам приезжали на съемки, эти мастера, то у нас родился проект «Планета Земля, Ульяновская область». Мы считаем, что нет ни малого, ни великого, и что наша малая Родина тоже здесь, на этой планете, и она достойная, и это тоже восхитительно, но пока это только в виртуальном формате. Федеральный проект «Планета Земля» имел еще одно продолжение в Ульяновской области. Институты, общественные организации, частные лица объединились, чтобы показать красоту родного края детям. В рамках данного проекта прошло уже два конкурса детских рисунков и фотографий. Мы вышли на такой замечательный проект, который развивает среди детей не только чувство прекрасного, но и чувство патриотизма, любовь к своей малой Родине, посмотреть, насколько прекрасна та местность, в которой ты проживаешь. Это замечательно. Новая экспозиция проекта «Планета Земля», представленная в Ленинском мемориале, посвящена горным и водным пейзажам. На снимках запечатлены результаты дальних экспедиций. Взору зрителей представлены ледники Гренландии, высочайшая горная система Земли, крыши нашей планеты – Гималайи. Невероятные красоты водопады Африки, Исландии, Бразилии, Венесуэлы и множество не менее захватывающих снимков. Экспозицию «Планета Земля», горы и водопады можно посетить до 30 августа. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. С 15 июля до 22 августа в связи с капитальным ремонтом тепломагистрали будет ограничено движение транспортных средств на улицах Маяковского, на участке между улицами Российской и Энтузиастов, и энтузиастов между улицей Маяковского и Третьим переулком Баумана. Выбирайте маршрут заранее. Завтра в Ульяновской области ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 23 градуса тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин